Раскадровка и предварительная визуализация, превращение слов в изображение. Когда делаешь три фильма одновременно, опасность катастрофы огромна. Питер Джексон — режиссер, сценарист, продюсер. Мы знали, что должны были спланировать этот проект настолько детально, насколько сможем, чтобы снизить возможность ошибок. Алекс Фанк — оператор миниатюр. Когда Питер приступил к созданию фильма, он, по существу, прорабатывал визуальный ряд каждой сцены. Иногда с большой степенью детализации, иногда только в виде наброска. Кристиан Риверс — творческий директор ВЕТА. Это позволило каждому, включая самого Питера, лучше почувствовать атмосферу фильма. Таким образом, он мог оценить, какие сцены слишком длинны, а некоторые он мог захотеть даже полностью вырезать. И все прежде, чем он потратится на съемки актеров, декорации, на съемочную бригаду стоимостью в десятки тысяч. Мы понимали, что нам придется запустить тяжеленную махину, и поэтому, когда мы приступили к съемкам, мы знали, что нас ждет усталость и изнеможение, и этот преслед будет давить на нас, и что мы должны выработать четкий план, которому мы будем следовать день за днем. Барри Осборн — продюсер. Когда мы разрабатывали проект, Питер потратил много времени, переводя весь фильм на раскадровки, и, знаете ли, в результате он раскадрировал фильм целиком. По существу, каждый кадр, который мы видим в фильме, был предварительно раскадрирован Питером. Гранд-мейджор — художник. И таким образом мы могли работать, отталкиваясь от визуального представления. Процесс раскадрирования лежал в основе предвизуализации фильма. Это двумерные карандашные рисунки, одиночные наброски, статичные. Здесь нет реального ощущения того, как должна двигаться камера. Мы переводим фокус того персонажа на этого, мы поворачиваемся от одного объекта к другому, но мы не можем получить представление о том, как быстро движется камера, или хотя бы понять логику этого. Кристин раскадрировал большинство моих фильмов. Когда я встретил его впервые, он был 17-летним школьником. Заниматься раскадровкой вместе с Питером — самая удачная работа на свете, которую я получил. Вот тут у тебя будут как бы... лошади. Я сижу рядом с ним, и он описывает мне сцену. Обычно для представления сцены достаточно одного первого рисунка, но иногда я разбиваю ее на два. Если сцена сложная, я могу быстро сделать третий набросок. Кристин отлично понимает мое восприятие мира. Мы начали делать раскадровку, когда сценарий еще писался, так что мы не стали ждать, пока он будет закончен. Это его способ проверить, хорошо ли будет работать идея, с помощью которой он собирается передать сюжет. Единственное, что я думаю, это что раскадровка имеет исключительное значение, поскольку является дешевым способом пройтись по всему проекту. Знаете, этот этап проекта действительно очень дешев. Это цена нескольких карандашей и немного бумаги. Но это эффективно вовлекает меня в процесс создания фильма как режиссера. Я смог начать. Я сделал первую версию фильма и смог охватить взглядом завершенный проект. Это был прекрасный инструмент. Он никогда не являлся и не замышлялся как окончательная версия фильма. Мне доводилось работать с режиссерами, которые сделают раскадровку своего фильма, и вы видите ту же раскадровку на экране. Питер не из таких режиссеров. Питер использует ее как вдохновляющую идею и как связующую силу между отделами, но зная, что все может измениться. Для Питера это точка начала, но не конечный вариант. Мы не просто делали раскадровки. Потом мы накладывали на них светотень и фотографировали их как аниме. Мы делали то, что называли аниме, но что по сути было видеосъемкой каждого фрагмента раскадровки. Все раскадровки были оцифрованы. Они были смонтированы так же, как сцены должны быть смонтированы в фильме. Это, знаете ли, по существу, небольшая черно-белая двумерная рисованная версия самого фильма. Мы собрали нескольких местных новозеландских актеров в студии, пять или шесть актеров, и они прочитали сценарий в студии звукозаписи, играя различных персонажей. А потом эти звуковые дорожки были смонтированы с раскадровками. Что вы делаете? Яичница глазуня, сосиски и прекрасный хрустящий бекон. Я оставил для вас немного, господин Фродо. Идиоты, погасите сейчас же! Это было похоже на комикс-версию «Властелина колец» со словами, и мы еще добавили к этому пробную музыку. Вы видите раскадровки в том порядке, как они войдут в фильм. Как хочется, чтобы они вошли в фильм. И так создаются ощущения последовательной истории и связанного повествования. Элайджа Вуд, Фродо. Питер говорил нам об этом примерно так. Хорошо. Прежде чем мы начнем снимать, я покажу вам это на экране. И мы все собирались дома у Питера, и он демонстрировал нам на экране эту анимацию. Было немного странно читать сценарий, обсуждать его и готовиться к процессу создания фильма, а потом вдруг увидеть приблизительную компиляцию этих идей, перенесенную на экран. Нам казалось, как будто мы уже каким-то образом посмотрели фильм. Это было грандиозно, что вся мощь сценария действительно проходила красной линией и была прочувствована в этой черновой форме. Что мы делали в этом проекте, что я никогда прежде не делал, это то, что мне захотелось пройти еще один этап раскадровок и сделать их более точными, чем обычно. Гранд Мейджер нарисовал окончательные планы для каждой декорации, которую предстояло создать. Некоторые из них были выполнены в виде архитектурных моделей, которые были сделаны довольно быстро. Мы стали называть их анимационными моделями и использовали их так, что Питер мог применять миниатюрную видеокамеру и снимать маленькие игрушки, маленькие фигурки, которые у нас были, и которые соответствовали хоббитским, человеческим или балрожьим размерам. У нас были все эти маленькие фигурки, это было здорово. У него на самом деле были эти модели в уменьшенную величину, которые также служили отправной точкой для декорации или для миниатюра в будущем. Рейк Порос, сопродюсер. Таким образом, предварительно сделанные раскадровки развивались от сцены к сцене при съемках на камеру и работе с нашими моделями. Мы подключили это к видеомонитору так, что я мог использовать функцию стоп-кадра, и он сказал, хорошо, это... Иногда он просто сидел там, и его можно было увидеть просто слоняющимися вокруг, пытающимися подобрать для сцены подходящие движения камеры. И мы размещаем фигуры, а он, знаете ли, хорошо, вот этот кадр. И я нажимал на паузу и выводил изображение с экрана. Кристиан находился здесь же и говорил, так, значит, этот кадр, ладно, хорошо. А затем он мог фактически сделать эскизную зарисовку раскадровки, которая отражалась на мониторе, и которая затем масштабировалась. Все, что было видно на экране, все фигуры на заднем плане, все масштабировалось, и затем могло быть отображено, когда мы снимали на площадке. В основном мы знаем, что мы запускаем набор действительно точных раскадровок, что, например, этот угол зрения будет именно здесь. И когда спустя год мы, наконец, пришли на съемочную площадку вместе с актерами, и все декорации были построены, мы могли найти на площадке точно такие же углы зрения, что были у нас в миниатюре. Самый первый из построенных съемочных площадок был Бэг Энд. Питер Джексон рассуждал, знаете что, вот что нам нужно сделать, отправиться туда с видеокамерой. И я собираюсь поработать с различными видами, понимаете, просто получить ощущение пространства. Ты же присмотришь за Фродо хоть одним глазком? Присмотрю. Сцеными двумя, как только будет возможность. Эпизод 12, сцена первая. Я обеспокоился насчет Бэг Энда, потому что знал, как мала съемочная площадка, и одновременно там будет находиться 50 или 60 членов съемочной группы. Так что очень скоро там начнется полный хаос, и будет очень сложно работать. Так что я хотел всего лишь понять, как мы могли бы снять эти сцены. И несколькими месяцами ранее я снял своей миниатюрной камерой макеты с картонными моделями. Поскольку мы пробовали также рассчитать направление съемки масштабных моделей. Гэндальф у нас должен бы быть высоким, а Билли Бой Фродо должны были быть маленькими. И мы начинали вникать в то, как мы будем это снимать. Мне дали несколько людей для фильма. Так что в воскресенье мы явились на съемочную площадку с видеокамерой. Я играл Билли Бой, Рик Порос тоже кого-то играл. И мы как бы сделали пробы всей сцены, которую мы в конечном счете собирались снимать с Йеном Маккеллианом, Элайджей и Йеном Холмом. Затем все повторялись снова, пока не получилось более-менее точно. Я имею в виду, что мы изменили сценарий, так что некоторые вещи немного поменялись. Получилась более-менее точная версия того, что было в фильме. Через меня кольцо обретет ужасающую силу, которую представить нельзя. Также, помимо раскадрирования, мы сделали еще один уровень планирования, который был воплощением наших раскадровок в жизнь различными способами. Это называется предварительной визуализацией, или превизуализацией, или превиз. Брайан Ван Хау, оператор-постановщик Вета. Питер имел возможность использовать превиз, чтобы лучше передать сюжет. Он пожелал перевести большинство своих двумерных раскадровок в трехмерные движения камеры. Он очень динамичный создатель фильма. Ему нравятся большие, широкие движения камеры. Как раз когда мы занимались подготовкой, Рик Макколум, продюсер «Звездных войн», прибыл на экскурсию в Новую Зеландию. Я разговаривал с Риком о процессе предвизуализации. Понятно, что у них уже был подготовленный превиз отдел для «Звездных войн». И Рик сказал мне, послушай, когда при случае ты будешь в Штатах, приезжай к нам, и мы покажем тебе все, чего мы достигли. Итак, несколько недель спустя мы были в Сан-Франциско и посетили его ранчо. Он был невероятно добр, ознакомив нас с их отделом предвизуализации. Рик Макколум и Джордж Лугас невероятно помогли ему в этом. Мы получили консультации по некоторым из тех новых подходов, которые они разработали. Итак, Питер был действительно захвачен этой идеей и сказал, это то, что нам следует сделать. Первое, что мы сделали, когда вернулись, начали искать молодых ребят, недавно окончивших художественные школы. Знаете, из тех людей, что любят фильмы, страстно увлечены фильмами, которые хотели бы попробовать себя в мире визуальных эффектов, и это могло бы стать для них отличной возможностью. Превиз сделан примерно для 144 сцен фильма. Цех и художественный отдел разрабатывают модели, которые мы используем для предвизуализации на компьютере. Мэрион Дэви — руководитель превиз-отдела. Сцены со спецэффектами, над которыми мы работали, были особенной головной болью для Питера, и поэтому он хотел увидеть их в трехмерном пространстве. Именно для этого и существует предвизуализация, чтобы помочь Питеру воссоздать свое видение. Питер очень много сделал в предвизуализации. Рэндалл Уильям Кук — художник-аниматор Виета. Он занялся этим, и для него было очень волнующе увидеть воплощение своего проекта в жизни, и что можно проверить углы съемки на площадке, которая еще не построена. Первым, что мы сделали, была лестница Кхаза Дума. По существу мы воссоздали копию рисунка Алана Ли в трехмерном пространстве на компьютере и начали экспериментировать с углами зрения и сценами. Миниатюра лестницы также была сконструирована Ричардом Тейлором. Миниатюра, которую мы использовали, в действительности была одной из первых миниатюр, построенных Ричардом. Таким образом, мы могли использовать это, чтобы распланировать съемки с разных углов зрения камеры. И так постепенно, примерно в течение года, вдохновленный этим рисунком Алана Ли, мы шли к созданию этой чрезвычайно сложной, чрезвычайно затратной сцены. Питер вырезал множество кусков, но и этого достаточно, чтобы почувствовать себя на месте Фродо, который бежит вниз по ступеням. Знаете, бежит как-то так, едва не падая вниз, будучи на волосок от этого. И некоторым образом вы ощущаете и сам бег, и падение, и совсем почти скатывание вниз, в пролом, и чувствуете, как вас подхватывают в конце, а затем, знаете, начинают сыпаться стрелы. Это было достаточно грубо, но это позволило нам обрести точку отсчета, от которой можно отталкиваться и убрать что-то лишнее. Неудачно. Несомненно, это фантастический инструмент. Это становится очевидным. Это тот самый инструмент, который мне понадобится при создании этих фильмов. Кристиан Риверс вместе со мной раскадрировал фильм с продолжениями. Я имею в виду, что даже сейчас он все еще работает над раскадровками для двух крепостей и возвращения короля. Он работал над этим должно быть приблизительно от 4 до 5 лет. Я нахожу, что сцены, рожденные в процессе предвизуализации, часто являются более образными сценами, потому что вы чувствуете себя смелее, когда только изобретаете эти безумные сцены на компьютере. И в конечном счете, эти самые безумные сцены играют важную роль в определении стиля фильма. Тогда-то я и почувствовал, что могу многому научиться у него, потому что вещи, к которым я был уверен ни за что не могли бы работать, у него работают. Знаете, когда я прибыл сюда, я сказал себе, «Я уже знаю то, что знаю, но я не знаю того, что знает он, так что мне нужно смотреть в оба, потому что многие вещи, что он делает, вроде бы не должны работать, но ведь работают». Это забавно — услышать то, что поначалу звучит совершенно нереализуемо, а затем наблюдать, как он со всем этим разбирается. Озвучил по субтитрам Иннокен 33, студия Я, ноябрь 2018 года. Перевод и редактирование субтитров участники форума Хеннет Аннун, 2003-2007 годы.